МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Евгения Байбикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Ситуация под контролем, но остается напряженной. В Доме республики прошло заседание регионального оперштаба. Из мегаполисов в глубинку. Тенгушевская шокша словно магнитом манит к себе уставших от городской суеты. Медики, учителя и соцработники первые. В Мордовии продолжается вакцинация от COVID-19. Целых пять предновогодних подарков. Школьный автопарк Ковылкинского района пополнился благодаря нацпроекту образования. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов 13 января провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, функционирования региональной системы здравоохранения, вакцинации от COVID-19, а также контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В Рео главы республики отметил, что ситуация с распространением инфекции на территории региона находится под контролем, но остается напряженной. Региональная система здравоохранения продолжает работать с очень большой нагрузкой, поэтому я обращаюсь к главным муниципальным образованием. Очень важно не просто оказывать помощь, но и анализировать все то, что происходит. Руководитель республики особо отметил значимость следующих направлений. Свободный коечный фонд, лекарственное обеспечение, тестирование и начало массовой вакцинации от коронавируса. Зам. предправительства республики Галина Латванова доложила о том, как прошли новогодние каникулы. Чрезвычайных происшествий на объектах здравоохранения и социальной сферы не зарегистрировано. При этом количество вызовов скорой медицинской помощи с 1 по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3%. А вот количество травм сократилось на 37%. Однако травм со смертельным исходом стало больше. 53 человека, 13% получили травму на улице. Очень плохо, что среди 53% большая часть приходит на катание с гора, порой там, где не должно быть и гора. Поэтому прошу глав района обратить особое внимание и провести ревизию всех мест катания детей с гора, которые соответствуют требованиям, и те, которые не соответствуют, их нужно закрывать. В Рео главы республики подчеркнул, что этот вопрос очень важный и призвал глав муниципальных образований отнестись к нему максимально ответственно. Эти места все прекрасно знают, поэтому определите у себя на месте, в районе, где риски есть. Огородите, поговорите с людьми, волонтеры у вас есть. Не допускайте таких случаев. Кроме того, Артем Алексеевич обратил внимание на организацию мест катаний на коньках. К сожалению, кроме ледовой площадки, больше для людей ничего не предусмотрено. Это элементарная вещь, услуг, которые можем оказать людям. Это элементарно. Раз уж мы призываем больше собираться, если уж собираться, хотя бы на свежем воздухе, надо там условия нормальные воздействовать. И обратите внимание на статистику по раздевалкам, по тому, как слушаются арендованные эти комиссии. Какие мероприятия принимаются? Надо цивилизованно делать, а не так для галочки. Что касается коронавируса, в праздничные дни процент свободного коечного фонда в лечебных учреждениях республики не опускался ниже 20%. А количество выписываемых пациентов превышало количество госпитализированных. В настоящее время в ковидных госпиталях свободный коечный фонд составляет 30%. Было отмечено, что республика выходит на плато и самое главное сейчас удержать ситуацию. Для этого нужно ужесточить соблюдение требований санитарной безопасности и держать тему на пристальном контроле. Начата вакцинация от коронавируса. По состоянию на 13 января республика получила 2742 комплекта доз вакцины. На следующей неделе ожидается поступление еще 11 тысяч 100 доз вакцины. Это позволит начать масштабную вакцинацию для всех групп, определенных Минздравом России как приоритеты первого уровня. Работники здравоохранения, образования, социального обслуживания, многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания, лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. Как отметил министр здравоохранения республики Олег Маркин, вакцинацию проводят 23 лечебных учреждения. Имеется все необходимое оборудование для соблюдения условий транспортировки и хранения вакцины. На заседании штаба был рассмотрен и ряд других вопросов. В том числе речь шла о подготовке к массовым купаниям на крещение. Здесь также ставится задача обеспечить максимальное соблюдение требований санитарной безопасности. Как подчеркнул в Рио главы Мордовии, на кону здоровье людей. Валерия Никитина, Народные новости. Артем Сдунов 12 января провел встречу с главой Тенгушевского района Ольгой Куткиной. Обсуждались вопросы социально-экономического развития территории. Во встрече также принял участие глава Шокшинского сельского поселения Тенгушевского района Павел Акишев. Открывая встречу, руководитель республики отметил, что Тенгушевский район является пограничной и стратегической территорией для республики. И очень важно оказать муниципалитету всю необходимую поддержку. Смотрели репортаж, очень интересный был. С удовольствием посмотрели, порадовались. Но хотелось бы сегодня, чтобы рассказали, как идея пришла, как вы работаете, с какими сложностями сталкиваетесь, с чем мы можем помочь. Артем Сдунов детально расспросил о потенциальных возможностях территории. О работе администрации района с инвесторами, о подготовке площадок под возможное производство. В том числе и руководитель республики остановился на совместном российско-венгерском проекте по строительству в районе крупного молочного комплекса на 3000 голов крупного рогатого скота. Из-за пандемии его реализация продвигается не так быстро, как планировалось. Артем Алексеевич дал поручение Минсельхозу республики взять вопрос на особый контроль. Были рассмотрены и другие возможные для района производственные проекты. Временно исполняющий обязанности главы республики особо подчеркнул, что для Тенгушева не может быть важных и неважных направлений. Все, что связано с занятостью населения, следует изучить и притворить в жизнь. В первую очередь речь идет о развитии народных художественных промыслов. Тенгушевские умельцы занимаются изготовлением и росписью деревянных матрешек, свою продукцию отправляют в Москву. Но из-за пандемии, как посетовала Ольга Куткина, спрос на нее упал. Руководитель республики отметил, что необходимо выходить на торговые интернет-площадки, которые стремительно набирают популярность. Это реальная возможность для народных умельцев иметь стабильный доход и развивать свое ремесло. По инфраструктуру у меня будет просьба связаться с Кадыровой, заместителем министра, я понимаю, кто занимается, и связаться с тем, кто народный художественный торговый. Чем можно помочь, интересная продукция. И, конечно, они должны на площадки попасть, чтобы продукцию продавать. Большое внимание в ходе рабочей встречи было уделено проблемным точкам района, в том числе тем, о которых говорят жители в социальных сетях. Руководитель республики подчеркнул, что отслеживает ситуацию с жалобами населения по всем районам и призвал руководителей муниципалитетов оперативнее реагировать на эти обращения. В числе проблемных вопросов Тенгушевского района были названы отсутствие уличного освещения и низкое качество питьевой воды в ряде населенных пунктов, несвоевременная расчистка тротуаров, а также нашествие лис. Ольга Куткина пояснила, что касается качества воды, то здесь своими силами району не справится. Нужна помощь республиканских властей. Артем Алексеевич дал поручение детально изучить этот вопрос, найти оптимальные технические решения и представить ему предложение по решению этой проблемы. Отдельно на встрече были обсуждены вопросы развития села Шокша. Глава сельского поселения Павел Акишев рассказал о том, как родилась идея о привлечении в село людей. В 2016 году с этой инициативой выступил уроженец Шокши Дмитрий Шендаков, который через социальные сети начал приглашать сюда городских жителей. Здесь откуда возникло? Ну как бы живешь, ты начинаешь думать, что делать, село-то как бы исчезает. У нас очень много, ну и везде много домов пустующих. Люди бросили, уехали, умерли, неважно. И вот Дмитрий Михайлович тогда еще он ВКонтакте группу создал, начал агитировать людей приезжать. И своих, потому что многие же приезжают с села, сами жители, и своих агитировать, и других звать. Ну вообще в интернете это распространено, там есть группы, где люди собираются, хотят переехать в деревню. Оцент был туда сделан, и вот тогда все началось. Приехал, значит люди приезжают. В том числе он меня привлек, уговорил, я тогда стал работать в Доме культуры. А потом уже в администрацию пришел работать. А после недавнего сюжета на Первом канале вообще, по словам Павла, начался настоящий ажиотаж. Количество звонков от заинтересовавшихся горожан выросло в разы. Артем Алексеевич поддержал инициативу Дмитрия Шендакова и Павла Акишева и попросил обозначить направление, по которым селу нужна поддержка. Глава сельского поселения отозвался сразу. Требуется замена сетей водоснабжения и новые дороги. Руководитель республики дал поручение рассмотреть все возможные варианты решения тех проблемных для сельчан вопросов, в том числе через действующие государственные программы. В Тенгушевский район я скоро приеду, в том числе и село Шокша обязательно посещу. Будем с вами работать и будем помогать, сказал Артем Алексеевич. И в продолжение темы. Село Шокша, о котором шла речь во время рабочей встречи временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Сдунова и главы Тенгушевского района Ольги Куткиной, в центре внимания оказалось не случайно. Этот населенный пункт известен своими самобытными традициями и не только ими, далеко за пределами республики. Не так давно сюжет о Шокше и ее жителях сняли наши коллеги с Первого канала. За сменой угрозы жизни в Ордовскую глубинку три десятка человек уехали от городской суеты в село Шокша, Тенгушевский район. Истории с переездом, наверное, и не состоялись бы, если бы не инициативный тогда еще глава Дмитрий Шендаков. Сейчас он работает в райцентре, его преемник также продолжает трудиться на благо села. Павел Лакишев родился во Владимире, каждый год приезжал в Шокшу на лето к бабушке, а в 2016-м решил перебраться сюда окончательно. Работал в Доме культуры, в 2019-м стал главой. В селе есть необходимая инфраструктура – школа, больница, ФАП. По словам Павла, хотелось бы создать новые производства и дополнительные рабочие места. Если удастся привлечь инвестора какого-то, построить здесь что-то, какой-то тепличный комплекс, допустим, молодежь бы не уезжала из села, а могла остаться работать. В социальных сетях группа Шокшу Вели живет полной жизнью. Судя по записям, скучать в селе не приходится. Недавно стартовали хоккейные турниры, а вот праздник в честь буквы Йо. Торжества и фестивали сельчане устраивают себе сами, а еще своими руками благоустраивают село и возвращают к жизни уникальный храм. В Шокше свой дом культуры, где чтут и хранят традиции предков. О жизни в глубинке Тенгушевского района недавно рассказали в эфире Первого канала. На голубой экран попала Марина Перфильева, которая всю жизнь проработала на телевидении. В какой-то момент они с мужем решили изменить свой образ жизни. От городской суеты уехали в Шокшу, а селе узнали из объявлений в интернете. За три года обзавелись хозяйством. Сейчас Марина с мужем держат почти три десятка коз. Из козьего молока Марина делает сыр с разными вкусами, который разлетается по всей России. Планы на него большие. В осенью купили небольшой домик. Он без затопления, без канализации. Будем его доводить до ума и превращать в настоящую сыроварню. Для того, чтобы сыр уже по всем правилам, все возможные необходимые сертификаты, пройти все сертификации, получить все необходимые документы. И есть даже такая мысль, что стать неким брендом местным. Чтобы шокшинский сыр был брендом наравне с татарским чак-чаком. Как мы из Татарстана приехали. История с переездом в Шокше за три года набралось почти 30. В Мордовскую глубинку приезжают люди со всей России. Сейчас желающих стало больше, и каждому из них в Шокше будут рады. Ольга Данилова, Народные новости. 13 января свой профессиональный праздник отмечают представители средств массовой информации. Этот день связан с исторической датой. В 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты. Она называлась «Ведомости». Сейчас информация – неотъемлемый атрибут современной жизни. В Доме Республики чествовали работников газет, телевидения, радио и интернет-изданий. Какие награды получила Народное телевидение Мордовии в следующем репортаже. В этом году торжественное собрание, посвященное Дню российской печати, прошло, можно сказать, не в полном составе. В Доме Республики всего по несколько человек от каждого СМИ. Всему виной пандемии. Были соблюдены все необходимые ограничительные меры. Несмотря на повод, свое выступление временно исполняющий обязанности главы Мордовии начал не с поздравлений. Прошедший 2020-й унес с собой жизни нескольких известных в Республике журналистов. А накануне не стало главного редактора журнала «Чили Сема» – председателя правления Союза писателей Мордовии Николая Ишуткина. Их память почтили минутой молчания. Пандемия и коронавирус стали основной темой всех СМИ в минувшем 2020-м. Очень важным для нас являются вопросы кадрового развития Республики. Вы знаете, что у нас объявлен кадровый конкурс. Он будет проходить в течение определенного периода времени. Состоять из нескольких этапов. Заочного этапа, очного этапа. Очный, когда нам позволит Роспотребнадзор, я подчеркиваю. И нам очень важно, чтобы он широко освещался в средствах массовой информации. Еще одно событие, о котором Артем Сдунов попросил не забывать – межконфессиональные отношения. А также темы, связанные с молодежной политикой, антинаркотической пропагандой и злободневные проблемы ЖКХ. Конструктивная критика должна стать сигналом для всех уровней власти. Сегодня я благодарю вас за добросовестный труд, ответственное отношение к делу. Желаю вам легкости, остроты пера. Я думаю, даже в такой мороз, который сейчас нашу полосу посетил, любое теплое слово согреет. Слово может и убить человека, может его возвысить. По-разному слово действует. Но это сильное оружие, оно находится в ваших руках, а вы умеете им обращаться. Поэтому побольше позитивных, добрых новостей, статей. От поздравлений к наградам. Мордовским журналистам вручили медали и почетные грамоты. Артем Сдунов поздравил победителей призеров журналистских конкурсов главы Мордовии. Корреспонденты Народного телевидения Мордовии были отмечены в нескольких из них. Так, представители нашего телеканала стали лауреатами первой степени в номинации во имя процветания. Получили награду в конкурсе, посвященном Великой Отечественной войне. И диплом третьей степени за лучшее освещение темы противодействия коррупции. Премию имени Владимира Сущинского также получил оператор НТМ. Все награды передали директору телеканала. Были отмечены и работы многих других корреспондентов, представителей республиканских, городских и районных изданий. У журналистов, как и у представителей медицины, главный принцип должен быть «не навреди». В принципе, нужно стараться, чтобы оперативность была. И то, что когда люди пишут какие-то сенсационные материалы, в то же время нужно понимать, для чего это делается и как это отразится на реальных людях. Артем Сдунов предложил журналистам устраивать регулярные встречи и в двухстороннем порядке обмениваться информацией. Пообещал рассказать о программе развития республики и ее финансовом оздоровлении. Обсуждать другие актуальные темы. Евгения Кострица, Станислав Семин. Народные новости. Сформировать иммунитет – важнейшая задача. В Мордовии врачи, учителя, соцработники и не только они продолжают прививаться от коронавируса. Как проходит процесс в поликлинике Республиканской больницы имени Катковой, расскажут Валерия Новикова и Денис Ноздрюхин. Медики, учителя и соцработники на вакцинацию первыми. Это необходимость, ведь они в группе особого риска. Во вторую очередь прививают представителей серебряного поколения и пациентов с хроническими заболеваниями. Для них коронавирус также особенно опасен. И важно вовремя сформировать иммунитет. Прививка – самый надежный способ. Всего инъекций будет две. Вакцинация проходит препаратом ГАМ-КОВИД-ВАК. Это комбинированный векторный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом Карсков-2. Вакцинация проходит в два этапа. То есть вводится два компонента. Первый компонент и второй компонент через 21 день. Перед введением вакцины обязательное обследование, подписание добровольного согласия и заполнение анкеты. Только после этого приглашают в процедурный кабинет. Каждому на руки лист с перечнем возможных реакций и датой второго этапа вакцинации. Стоит отметить, что существуют противопоказания к прививке, о которых необходимо знать. Противопоказания к вакцинации являются только аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-то из компонента вакцины, беременность и грудное вскармливание. И лица старше 18 лет. И обострение хронических заболеваний, либо острые инфекционные, неинфекционные заболевания. На данный момент в поликлинику больницы имени Коткова поступило 245 доз вакцины. В ближайшее время ожидается еще одна партия. Вакцина хранится в специальных контейнерах с морозильной камерой. Температура в них обязательно должна быть ниже минус 18 градусов. Один флакон рассчитан на 5 пациентов и достается за полчаса до вакцинации. Поэтому существует определенное планирование. Каждый приходит строго к своему времени. Еще одно условие – добровольное согласие. Желающих укрепить иммунитет хватает. Сразу хочу отметить, что никакого принуждения никогда не было и никогда не будет. Дело абсолютно добровольное. Выбор состоит за каждым человеком. Но наш актив пациентов, которые всегда с нами на связи, сделали уже свой правильный выбор. И сегодняшний транш, который мы получили, мы практически весь уже отработали. И у нас есть дальше список пациентов, которые хотят, ждут и ждут следующего поступления вакцины, которое ожидается на следующей неделе. Главная цель вакцинации – защитить от ковида как можно больше жителей Саранска и Мордовии. Процесс идет и только набирает обороты. Как отмечают медики, особенно ответственно к своему здоровью относятся люди старшего возраста. Валерия Новикова, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Среда 13 января для большинства школьников Мордовии стала внеплановым выходным. Причина тому – мороз. Температура воздуха в этот день где-то приближалась к отметке минус 30 по Цельсию, а где-то опускалась еще ниже. Школьникам Мордовии пришлось вновь вспомнить о дистанционке. Мороз заставил остаться дома ребят из Большеберезняковского, Отяшевского, Чамзинского, Большегнатовского, Дубенского, Ордатовского и Чалковского районов. Там уроки отменились для всех, включая старшеклассников. В Саранске из-за сильного холода в школу не пошли учащиеся с первых по девятые классы. Та же картина в остальных районах Мордовии, в том числе и в Ковылкинском. Отменены занятия в Ковылкинском муниципальном районе и городе Ковылкино с первой по девятый класс. Учащиеся первого девятого класса учатся в дистанционном режиме, учащиеся десятым, десятого, одиннадцатого класса учатся в обычном режиме. Согласно информации Министерства образования Республики, в городских школах с первого по четвертый классы занятия отменяются, начиная с отметки в минус 25 градусов, с первого по девятый при минус 30, а для всех школьников с минус 32. В сельских младшеклассники не идут в школу, если столбик термометра показывает минус 24. При 28 градусах мороза дома остаются учащиеся с первого по девятые классы, при минус 30 с первого по одиннадцатый. В ночь с 18 на 19 января православные христиане будут отмечать один из самых почитаемых религиозных праздников – крещение. Многие люди традиционно едут купаться в проруби этой ночью. Чтобы отмывание грехов для граждан не закончилось происшествиями, ежегодно о правилах поведения на купелях напоминают сотрудники специализированных ведомств. Подробнее в сюжете. Так называемые крещенские морозы в столицу и муниципальный район Республики уже пришли. Ночами температура воздуха опускается ниже минус 30 градусов Цельсия. Замерзнуть, выйдя на улицу, не утеплившись, можно за считанные минуты. Тем не менее, в самый разгар зимы верующие совершают традиционный, для кого-то экстремальный обряд, трижды погружаются в ледяную воду, чтобы укрепить иммунитет. Однако у медиков на этот счет свое мнение. Существует много противоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на крещение. Такими заболеваниями являются бронхолегочные хронические заболевания, бронхиальная атома, хронические бронхиты, хроническая абстрактивная болезнь легких, серьезно-кожные заболевания, псориаз, экземы. Конечно же, больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Человек, который принял решение первый раз в жизни окунуться в прозрач, должен посоветоваться с врачом, потому что это купание может стать для него и последним. Онкологические заболевания, эпилепсия, склонность к судорогам и недавно перенесенные инфекционные заболевания, особенно ковид, осложненный пневмонией, также в списке абсолютных противопоказаний. Есть и несколько обязательных правил, которые нужно соблюсти перед погружением в воду и после него. Купание для согрева, так как теплое за организмом будет резко стремительно уходить. За организмом состояние может резко ухудшиться. И не стоит окунаться в прорубь, если не разогреты мышцы. Выбирать прорубь нужно с учетом мнения не только медиков, но и спасателей. Об этом дополнительно напомнил и глава городского округа Саранск Петр Тултаев на оперативном совещании. В ближайшие дни будет завершена процедура согласования с Роспотребнадзором организации Иордании. Погружаться в воду можно только в специально отведенных местах, ведь в случае ЧП рядом должны быть люди, готовые прийти на помощь. Всего по республике в этом году будет развернуто 75 купелей, из них 9 в Саранске. Из этих 75 купелей 16 по республике Мордовия – это закрытые купели. Они уже стационарные такие. Остальные все оборудуются силами администрации в соответствии с нашими методическими рекомендациями, которые обуславливают определенную глубину, небольшую глубину, метр двадцать до полутора метров. Все боковые створы этих купелей будут закрыты, будут соответствующие сходни, выходы из этих купелей. У каждой купели, я говорил, что будет дежурство спасателей. По-настоящему полезным крещенское купание может стать только в случае соблюдения всех мер предосторожности, начиная от подготовки организма и заканчивая выполнением всех предписаний сотрудников МЧС и городской администрации. Марина Василевская, Станислав Семин. Народные новости. Новая традиция вместо старой. Альтернативу кострам предложили активисты движения «Эко». В Старый Новый год они организовали акцию «Эко-двор», во время которой принимали елки, старые вещи, макулатуру и батарейки. У резиденции Деда Мороза возле Мордовии-аренов Старый Новый год не дарят, а принимают в дар. Пусть старые вещи желанным подарком назвать сложно, но вот природа за такую акцию точно скажет спасибо. Вместо свалки одежду, бумагу и батарейки отправят на переработку. Принимают волонтеры и новогодние деревья. Они тоже еще могут послужить. Акция называется «Эко-двор». Это полюбившаяся акция наших жителей, которая проходит весной и осенью во дворах, но в связи с пандемией она немного поменяла формат и работает в рамках пункта приема вещей. Сегодня также после праздников принимаются и зеленые елки, которые будут направлены в зоопарк, но только зеленые хвои, которые потом будут питаться животные. Несмотря на мороз, за три часа к акции присоединились несколько десятков человек. Надежда Стенькина про «Эко-двор» узнала в социальных сетях и тоже решила присоединиться. Девушка привыкла развивать эко-привычки, например, складывать использованные батарейки отдельно. Я решила поучаствовать, потому что мне не безразлично состояние окружающей среды. Для меня всегда это имело большую важность. И поэтому у меня лежали материнские платы, батарейки, которые я хранила, и чтобы при удобном случае их сдать. Просто я не знала, куда сдавать. И вот я увидела рекламу ВКонтакте и решила все собрать, в том числе и у родителей использованные батарейки. Участникам акции волонтеры дарили сертификат на посещение фитнес-центра. Кроме пункта приема вещей, активисты движения «Эко» организовали книгообмен. Каждый мог забрать любое издание или вещь совершенно бесплатно или оставив что-то взамен. Участие в акции не просто возможность избавиться от надоевшего или ненужного, но и полезная традиция на Старый Новый год. Для экологии такой вариант событий гораздо лучше костров. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости. Предновогодние подарки нашли применение в новом 2021 году. В преддверии праздника школьный автопарк разных районов Мордовии пополнился новой техникой. Ключи от автобусов 29 декабря вручил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов. В Ковылкино автопарк пополнился на 5 единиц техники. В Ковылкинском районе действуют 22 школьных маршрута. Специальные автобусы ежедневно подвозят на занятия и забирают домой 275 маленьких пассажиров. Кроме того, дети выезжают и на соревнования, и экскурсии. К безопасности таких перевозок относятся с особой ответственностью. Ведь здоровьем школьников рисковать нельзя. Накануне Нового года автопарк обновили. Скорость автобуса и микроавтобусы отправятся в первые рейсы. В этом году Ковылкинский муниципальный район получил 4 новых автобуса взамен старых и одну школьную «Газель» для организации нового школьного маршрута. Школьные автобусы в районе необходимы, ведь на занятия в учебное заведение Ковылкино собирают ребят из разных сел и деревень. В средней школе номер 4 районного центра перед новогоднему подарку особенно обрадовались. Школьный транспорт здесь подвозит 62 учеников из 6 разных населенных пунктов. И раньше не всех удавалось отвезти одним рейсом. В управлении «Русская лашма гумны» мы вынуждены делать два рейса до начала занятий и два рейса по их окончанию. И в связи с этим часть детей, которые приезжают в школу первым рейсом, прибывают в школу задолго до начала занятий. Теперь мы можем подвозить всех учащихся непосредственно к началу занятий одним рейсом. Всего 29 декабря временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов вручил директорам школ всех районов Мордовии 70 комплектов ключей. Новые автобусы приобрели в рамках национального проекта «Образование». Ирина Семенова, Максим Ковылкин, Народные новости. Внимание, фальшивка. Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в одном из торговых центров Саранска. Они напомнили продавцам, как отличить подделку от настоящей купюры. Фальшивые денежные купюры в Мордовии редкость, но все же встречаются. Чаще всего они попадают в оборот через магазины. Продавцы и покупатели не всегда бдительны, а ведь проверка подлинности должна стать привычкой. Внимание, фальшивка. Гласит надпись на таких памятках. В них полицейские призывают горожан быть осторожными. На каждой перечислены приметы поддельных купюр. Также полицейские напомнили продавцам магазинов о необходимости записывать крупные денежные купюры в отдельную тетрадь. Полицейские Мордовии продолжают выявлять на территории региона преступления, связанные со сбытым поддельных купюр. За прошедший год было зарегистрировано более 90 таких фактов. Практически все фальшивые деньги обнаружены при пересчете и проверке на подлинность денежной выручки, поступившей с торговых точек. Причин, по которым продавцы-кассиры не могли отличить поддельные деньги от настоящих, несколько. Но основные – это незнание отличительных признаков или формальное отношение к проверке денежных знаков на подлинность. Продавцы, в свою очередь, пообещали полицейским быть более осторожными и внимательнее проверять наличность, поступающую от покупателей. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.